Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня команда Никиты Михалкова в очередной раз доказала, что с антикоррупционным комитетом вынуждены считаться не только представители шоу-бизнеса, но и высшие эшелоны власти, крупные чиновники и министры. Организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым и министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым удалось освободить из-под стражи в городе Сочи своего товарища известного актера, заместителя антикоррупционного комитета Александра Домогарова. Более того, антикоррупционный комитет нанес ответный удар по коррупции чиновникам города Сочи, которые два дня назад незаконно арестовали Александра Домогарова во время антикоррупционной проверки. В город Сочи направляется крупная комиссия, которая будет проводить глобальную антикоррупционную проверку на протяжении нескольких месяцев. Несколько чиновников лишили своих должностей и оказались в следственном изоляторе. Александр Юрьевич Домогаров на данный момент в полном порядке и скоро приступит к исполнению своих обязанностей. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса, которые касаются известной певицы Татьяны Булановой. Еще месяц назад известная эстрадная певица попала в колоссальный криминальный скандал. Еще год назад 55-летняя Татьяна Ивановна Буланова вышла замуж в третий раз за известного питерского бизнесмена и бывшего спортсмена-теннисиста 40-летнего Валерия Руднева. Однако семейное счастье Татьяны Булановой не сложилось. Брак певицы разрушил многочисленные измены со стороны ее супруга. Последней каплей терпения для Татьяны Булановой стало трагическое событие, которое произошло месяц назад. Вернувшись с музыкальных гастролей раньше положенного срока, Татьяна Ивановна обнаружила в своей квартире своего супруга в компании с молодой 25-летней девушкой, которая к тому же оказалась участницей музыкального коллектива Татьяны Булановой. Между Татьяной Булановой и ее супругом произошла сцена ревности, а трагическое событие произошло по причине того, что Валерий Руднев находился в состоянии алкогольного опьянения. Супруги выясняли отношения на летней террасе балкона четвертого этажа. В какой-то момент Татьяна Ивановна Буланова преднамеренно или нечаянно взмахнула руками и оттолкнула от себя своего супруга, в результате чего Валерий Руднев покачнулся и упал вниз. В результате падения Валерий Руднев получил серьезнейшие травмы и до сих пор находится в реанимации, а Татьяна Ивановна оказалась под домашним арестом. Однако несколько дней назад следствие пришло к решению взять Татьяну Ивановну под стражу и поместить в следственный изолятор Санкт-Петербурга, что привело еще к более печальным событиям. Следствие постановило, что Татьяна Ивановна вполне осознавала свой поступок и ее преступление не относится к состоянию аффекта. По этой причине Татьяну Буланову перевели в женский изолятор Санкт-Петербурга до решения суда, что привело к еще одной трагедии. Татьяне Булановой не сделали никаких снисхождений и известная эстрадная певица оказалась в женском СИЗО в общей камере. В одном помещении с Татьяной Ивановной оказалась чемпионка Европы по кикбоксингу 27-летняя Катерина Сафонова, которая оказалась в СИЗО за трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, Катерина Сафонова ранее имела отношения с супругом Татьяны Булановой Валерием Рудневым. Когда 27-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу узнала, что Татьяна Буланова нанесла серьезные проблемы со здоровьем ее бывшему молодому человеку, то между двумя женщинами возник серьезный конфликт. Почти 30-летняя разница возраста между 55-летней Татьяной Булановой и 27-летней Катериной Сафоновой привела к трагическим последствиям. По данным администрации женского следственного изолятора, чемпионка Европы по кикбоксингу Катерина Сафонова нанесла Татьяне Булановой серьезную черепно-мозговую травму и сломала нос певице. Однако, как заявляет следствие, после прохождения лечения Татьяне Ивановой Булановой не будет сделано никаких снисхождений. Она вновь отправится в следственный изолятор и будет ждать там решения суда. К слову сказать, что совсем недавно в мужском следственном изоляторе находился и известный певец в шансонье Михаил Шуфутинский, который обвинялся в смерти своей супруги. Михаилу Захаровичу в результате решения суда был озвучен приговор пять лет лишения свободы условно, так как удалось установить и доказать, что Михаил Шуфутинский совершил свое преступление в состоянии аффекта. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Заместитель антикоррупционного комитета и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сегодня утром опроверг новость о своей отставке и закрытии антикоррупционного комитета. По словам Андрея Ремовича Белоусова, сегодня утром появилась в СМИ недостоверная информация, что министр обороны покинул свою должность, а организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым перестала существовать. Андрей Белоусов подчеркнул, что лживые источники информации будут наказаны, а министр обороны Российской Федерации не собирается оставлять свое место. И антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым продолжает свою работу в штатном режиме. При этом руководство команды Никита Михалкова подчеркивает, что еще не нашлось такой силы, которая бы остановила антикоррупционный комитет на пути к достижению цели полной победы над преступностью и коррупцией в мире шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Известный актер и член антикоррупционного комитета Максим Дрозд попал в больницу после трагического известия о смерти его сына в Германии во время спортивных сборов по боксу. Состояние Максима Дрозда на данный момент средне-тяжелое. Сегодня начался третий месяц, как дочь главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, 49-летняя Анна Михалкова, находится в состоянии комы. К сожалению, заболевание и тяжелое состояние дочери Никиты Михалкова не удается повернуть спять. Состояние 49-летней женщины остается критическим. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.